Добрый день, с вами Виктор Шефер и сегодня я хотел поговорить с вами на три темы. Первая это то, что касается недвижимости, что происходит с ценами, где они падают, как они падают, как сильно падают и может быть даже в некоторых регионах не то что падают, а растут. Второе это что касается инфляции, на каком уровне она находится и получается ли у нашего банка в Канаде Говернер взять под контроль, что происходит с инфляцией. И от этого зависит моя третья тема, на которую я хотел бы сегодня поговорить, это тема процентов. Дело в том, что если мы посмотрим на последние данные, что касается недвижимости, то цены в Канаде на недвижимость, средняя цена на недвижимость упала на 3.1%. И эта сумма 3.1% не по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое большое снижение цен с 1999 года. Но цены упали не во всей Канаде одинаково, в зависимости от регионов. В основном, если мы посмотрим на тенденцию мест, где цены сильно падают, это как раз те регионы, где цены очень быстро росли. Поэтому те регионы, где цены более-менее были стабильные, поднимались, но не так сильно, они конечно не так сильно и реагируют сейчас на спад. Поэтому мы сейчас посмотрим, в каких городах, какие ситуации находятся. Этот репорт, который был опубликован пару дней назад, если вы обратите внимание, в Калгари на сегодняшний день произошло снижение с сентября по сравнению с предыдущим месяцем 1.22%. И не вниз, а вверх, цены в Калгари выросли. Эдмонтон выросли на 0.21%. Если мы посмотрим на такие города, как Киллоуна, цены упали на 3.69%. Ванкувер упали на 3.52%. Виктория, которая считалась таким самым горячим рынком, где почти невозможно было что-то купить, по сравнению конечно с ВКСД, с тем же самым Торонто и Ванкувером, то там цены упали за 1 месяц на 5.95%. Монктон, это город, в котором я недавно проводил семинар, там цены упали на 4.79%. В Виннипеке цены на недвижимость упали на 1.7%. В Халифаксе они не упали, а выросли на 1.1%. Один город, который очень сильно выделился негативно, скажем там, где цены сильно упали, хотя опять же посмотреть, с какой стороны посмотреть, может быть некоторые клиенты рады, что там цены так сильно падают, это Питербург. Там цены упали на 11.85%, почти что на 12%. Если мы посмотрим на Оттава, то цены упали на 1%. В Торонто цены упали на 1.82%. Почему это важно, обратить внимание именно на регионы? Потому что в зависимости от региона, вы уже будете знать, какие там цены. Потому что мы обычно слышим в новостях, цены в Канаде упали в среднем на, в данный момент, скажем, 3.1%. И мы исходим из того, что по всей Канаде цены упали на 3.1%. Но как вы сами видели, эта информация неправильная, цены падают или поднимаются в зависимости от того, где вы живете. Что интересно, хотел бы сейчас заметить, что если мы говорим про среднюю цену Канады, вообще-то мы могли бы это слово даже поменять, не сказать, что средняя цена Канады, а сказать, что средняя цена регионов Торонто и регионов Ванкувера поднялись или упали, скажем, в данный момент на 3.1%. Потому что все новости, все, что мы слышим в новостях, это все касается, можно сказать, этих двух регионов. Потому что основное движение и основной эффект на рынок недвижимости и цен недвижимости, как раз вот если мы говорим про среднюю цену, это зависит от этих двух городов. Поэтому я советую каждому, кто в данный момент в процессе покупки дома или смотрит, где что купить, не слишком слушайте, что говорят по среднюю цену дома, обратите внимание именно на регион, где вы планируете покупать. Потому что от этого зависит и ситуация, что касается недвижимости. Вторая тема, на которой я сейчас хотел поговорить, это тему инфляции. Как вы, наверное, в курсе, я часто на своем канале об этом говорил. Главная цель нашего Bank of Canada Governor сделать так, чтобы инфляцию взять под контроль. Его целью спустить опять до 2%. Как вы видите, числа очень высокие. Если мы посмотрим последние инфляционные данные, то мы видим, что инфляция все-таки, хотя она и упала, но она выше, чем то, что рассчитывали эксперты. А это для нас очень-очень большой и плохой сигнал. Если мы посмотрим, мы рассчитывали примерно на 6.7. На самом деле инфляция в данный момент находится на 6.9. Если инфляция не будет под контролем, то мы можем рассчитывать на то, что Bank of Canada будет дальше поднимать проценты. Для Bank of Canada также очень важно, что думают люди. Как бы на что настроены консюмеры. Мы рассчитываем на то, что цены пойдут вверх или цены пойдут вниз. Почему для него это важно? Потому что если мы рассчитываем на то, что цены пойдут вверх, то тогда инфляция, скорее всего, будет дальше продолжаться. Потому что мы будем покупать вещи, те, которые нам, может быть, сегодня не нужны, так как мы рассчитываем на то, что проценты пойдут, инфляция пойдет вверх. И по последним данным на сегодняшний день, люди рассчитывают или по опросу, то, что инфляция будет через год 7.11%. Это говорит о том, что мы рассчитываем на то, что инфляция будет выше, чем она сегодня. Раз мы рассчитываем, что она будет выше, значит мы будем закупать продукты или вещи, которые нам сегодня не нужны, так как мы думаем, что они будут в будущем дороже. И вот именно по этой причине у нас большая проблема как раз, то, что Bank of Canada Governor будет дальше поднимать процент, чтобы заставить нас увидеть или поверить в то, что инфляция остановилась и пошла вниз. И для меня это очень такой, знаете, негативный сигнал, так как наши инфляционные числа выглядят хуже, чем мы рассчитывали. Они, правда, упали. Они упали на 6.9, 7%, но рассчитывали на 6.7. И второй пункт также, если вы уберете из инфляции такие продукты, как, например, бензин и продукты питания, то вообще-то инфляция выросла. Это говорит о том, что люди все еще закупают вещи, которые им не нужны, так как они рассчитывают на то, что инфляция будет дальше расти. Поэтому я считаю, что это очень-очень важный индикатор. И обратите внимание, если вы посмотрите на бензин, те, кто заправляется, да, я думаю, вы все заправляетесь, вы видите, что цены на бензин растут. Это говорит о том, что, возможно, в следующий месяц инфляционные данные будут еще хуже, чем в этот месяц. Почему я это все говорю? Потому что это отразится на проценты. У банков Канада есть только единственный инструмент, которым они могут держать инфляцию под контролем. Это поднятие процентов. Я совсем недавно сделал в своей фейсбук-группе, весь финансовый групп, опросник. Мне было интересно, что думают мои участники моей группы, в какую сторону пойдет процент. Если вы посмотрите на результат, 12% сказали, что не поменяется. Очень позитивные люди есть. 20% рассчитывают, что поднимется на 0,25 при следующем заседании. Следующее заседание будет 26 октября. 43% рассчитывают на то, что процент поменяется на 0,5. 22% рассчитывают на то, что 0,75. И 3% подписчиков моей группы рассчитывают на то, что процент поменяется на 3%. Если вы меня спросите, я рассчитываю на то, что я бы хотел, чтобы процент поменялся на 0,5. Но судя по вот этим последним данным, которые я только что вам описал Я думаю, что в конце концов мы скорее всего поднимемся на 0.75 Потому что скорость снижения инфляции просто до того минимальная Что наш Bank of Canada говернер будет любыми путями делать то, чтобы остановить инфляцию А это значит, что он будет поднимать процент Поэтому я конечно на своем канале сообщу вам, как только будет изменение Куда, в какую сторону они пошли и с какой скоростью Но на данный момент мое предсказание, что я хотел бы 0.5 Но я думаю, что это будет 0.25 Теперь в заключение я хотел бы просто вам дать немножко информации, что касается процентов Что делают вообще проценты на рынке на сегодняшний день Если мы говорим про Bank of Canada rate, это от него зависят как раз все остальные проценты Это тот процент, который устанавливается канадским центральным банком И от него потом пляшут все остальные Он на данный момент находится на 3.25 Говорит о том, что если повышение будет на 0.75%, то мы доберемся до 4% Это уже гарантированная рецессия Если мы посмотрим на Bank of Canada prime rate, это тот процент, от которого отталкиваются банки От этого зависит плавающий процент Он в данный момент находится на 5.95% И ваш процент, если вы выбрали, скажем, плавающий процент То это зависит от того, какой дискаунт вам дали на prime rate То вы просто от этого процента 5.95% отнимаете дискаунт, который вам банк дал И вы знаете, какой у вас будет процент В среднем можно примерно рассчитывать на 0.9% дискаунт на сегодняшний prime rate Если мы говорим о пятилетнем закрытом проценте Они крутятся в пределах 5.25% Если я говорю о процентах, для меня очень важно, чтобы те слушатели моего канала понимали Я говорю о среднем проценте Это говорит о том, что в зависимости от вашей ситуации процент может быть и хуже В зависимости от банка, в зависимости от региона, где вы живете Я просто говорю о среднем проценте Что я советую всегда, когда я говорю о процентах Обращать внимание, чтобы вы брали моргидж Особенно сейчас, так как проценты сейчас экстремально высокие И брали моргидж только в банках, у которых маленькие штрафы Почему это важно? Потому что если процент пойдет вниз, то у вас будет большая мотивация снизить процент Я вам советую посмотреть мое видео на моем канале Это на тему как раз штрафов при расторжении сделки Эта тема будет очень-очень важной в будущем Почему? Потому что когда проценты пойдут вниз, а они пойдут когда-нибудь вниз У людей будет мотивация снизить проценты Если вы взяли моргидж там RBC, TD, SCOT, ACBC У вас нет шанса оттуда выйти, потому что штрафы очень большие 99% сделок, которые я делаю, я делаю в банках, у которых маленький штраф И если процент пойдет вниз, то мы сами с вами свяжемся У меня работают 10 сотрудников Мы с вами свяжемся и будем вам показывать, почему вам выгодно прервать вашу сделку Но если вы взяли моргидж в одном из этих банков, у которых высокий штраф Конечно, у вас нет возможности оттуда выйти Еще раз повторюсь, советую вам посмотреть мое видео на эту тему Второй пункт, это как я всегда говорю, VS All-in-One Это ипотечная программа, где вы можете рассчитаться с ипотекой в 2-3 раза быстрее, не меняя свою жизнь Если вы находитесь на ней, вам ни о чем волноваться не надо У вас проценты закрыты и гарантированы И какой бы процент не был бы на рынке, вы все равно рассчитаетесь в 2-3 раза быстрее На эти две темы, что касается Refinance и All-in-One, я запишу два очень важных видео Потому что многие люди все еще не знают, что такое есть А я считаю, что это самая выгодная ипотека, которая есть на канадском рынке На этом и все на сегодня Желаю вам всем хорошего настроения Хотя новости, может быть, были не очень хорошие И до следующего раза в виртуальном мире До свидания